привет друзья я решил сегодня ночью прогуляться и показать вам нашу погоду о чем-нибудь поговорить еще не знаю о чем вот рассказать вам как обстоят дела может быть рассказать про корону и что-нибудь такое вот и сейчас я попробую разобраться могу ли я во время съемки переключать камеру здесь нет это явно не то честно говоря я не вижу только кнопки это очень странно это очень сильно меня удивляет ну ладно неважно если камеру переключать не получается то будем значит снимать на хорошую камеру и наверное я просто сейчас перевернул телефон и буду снимать себя все равно но на хорошую камеру окей я совсем забыл что я могу переключать на моем замечательном гандикапе смысле на гимбале ручном вперед-назад поэтому попробую сейчас так ну в общем что вам рассказать у нас замечательная погода уже неделю несколько дней назад начали снимать некоторые ограничения в частности открыли кафешки рестораны уличные внутренние кино вроде как говорят что тоже доступно вот ну и соответственно народ стал тусить естественно народ стал тусить народ стал тусить очень активно и это наводит меня на мысль о том что скоро ожидается может ожидаться по моему мнению очередная волна локдауна и мы можем снова присесть на ограничения так сказать сожалению вот но что я еще хотел рассказать вам очень здорово гулять по ночам замечательная погода свежо как можно видеть сейчас достаточно светло даже если не обращать внимание на фонари которые дополнительно засвечивают все и не позволяют понять настоящий уровень яркости но все равно достаточно светло вот это немножко все еще непривычно хотя здесь уже два года но все равно немного не привык тому например в ростове у нас более плавная плавно меняется вся эта история с светом здесь уже про фактически белые ночи вот вот например если посмотреть в лес то возможно будет видно что вот видно что в принципе не совсем темно вот но на трассе так тем более я работаю уже две недели в в замечательной компании неп устроился туда работать ребята занимаются облачной системой для работы с чемпионатами футбольными хоккейными любыми чемпионатами ну и я естественно устроился как системы инженер или как девопс чтобы обслуживать их скажем так облачную часть соответственно работа также связано с ну с кучей серверов со стримами с видео стримами с медиа контентом с эндпоинтами обслуживание обновления дистрибутивы в основном centos ubuntu debian насколько я понял насколько я смог видеть в наших администраторских инструментах вот такая вот новость что еще рассказать там интересным свет в лесу а вот видно это домик что ли я что-то его не видел там раньше ну вот в общем классно гулять по вечерам как бы в основном гуляю ну просто по кайфу пройтись но еще пользуюсь приложухой свет coin вот которая начисляет немножко бонусных свет коинов за которые потом можно что-то получить или просто задонатить их куда-нибудь вот ну такая дополнительная мотивация лишний раз выходить тем более такая чудесная погода я думаю что принципе уже можно купаться да в общем то я уже купался в этом году феврале вот что еще вам рассказать тестировал сегодня интерфейс focus right scarlet 18 а и 20 собственно тестировал потому что мне мой landlord отдал его на то чтобы я его починил там был разъем избитой би немножко поломан и в общем то я смогу починить с помощью моего друга профессионала который очень классно делать такие штуки и соответственно затем я его собрал и проверил все замечательно работает я нашел несколько панелей управления для этого интерфейса которые подходят по длинух проверил что по длинухом она подхватывать сразу же без всяких дополнительных целодвижений вам нужно только поменять вывод куда вы хотите выводить ваш звук но если это будет единство ваш интерфейс то он автоматически переключится и будет выводить звук через него вот в общем классный интерфейс замечательный но конечно же мне для моих задач он того веркил совершенный потому что у меня нет но у меня есть такое количество микрофонов но у меня нет таких задач и я не профессиональная студия меня нет как музыкантов да и в общем по сути это такой профессиональный интерфейс и в общем то он мне не нужен вот ну вот как то так то есть вот такие вот мои ночные прогулки я решил вам показать принципе уже несколько вечеров практикую такие прогулки так как погода великолепно очень светло кайфово пишу саппорт ребятам и светкой на потому что начал уже два бага в приложении вот надеюсь что них поправят потому что баги обидные вот это приложуха я могу даже показать что на другом телефоне вот 900 шагов сейчас чтобы хоть сколько-то шагов было я вышел погулять сегодня потому что конечно в корону вся работа из дома и ну получается что очень мало хожу вот можно посмотреть инсайты например ну вот позавчера было более менее да так вообще маловато но если посмотреть больше историю то можно видеть что очень неравномерная история но я заметил что за месяц можно заработать 250 300 монет и максимальная как бы подписка она она оплачивается из этих же светкой на и получается как бы ты должен сжечь какое-то количество светкой на в как бы отдать обратно для того чтобы как пользоваться максимальной подпиской максимальная подписка дает соответственно максимальные бонусы при при прогулках скажем так вот но она точнее не самая максимальная но практически собой максимальный по что самое максимальное стоит денег вот и очень странно конечно здесь глюки я не знаю смогу ли вам показать сейчас но нет у нас не работает короче вопрос на даже не про губы не вот прогрузила чем тут можешь смотреть 3 рекламных ролика в день за это тоже получает ободли свой ткоины короче от штука глючит также как эта штука глючит когда гулять вечером когда у тебя день сменяется на следующий получается что у тебя шаги идут в минус как бы если особенно если boost используйте каждый день дается двойной boost на 20 минут теперь собираешься быстро гулять можно вы включить вот в общем я написал разработчикам и надеюсь что не пофиксят пока что никого ответ от них не получил вот только что посмотрел видос и получил за него немного немало 02 короче тут видно или нет 02 светкой на сейчас посмотрим еще один в принципе уже дойдем скоро ко мне домой вот что еще вам рассказать я планирую сделать видео парочку видео нормальных таких не в таком стиле а как бы стационарных может так сказать про arch linux скорее всего ближайшие видео будет прошли я готовлю его уже очень давно я еще на предыдущей работе делал пометки и записывал предварительные скажем так тесты но мне его хочется сделать основательно потому что arch linux это мой основной дистрибутив я работаю на нем уже много лет ну точнее не совсем arch linux я большую часть времени работал на манджаро сейчас я в качестве тестовой инсталляции поставил несколько на нескольких буках гаруду в том числе на основном своем буке не могу пока окончательно решить что мне больше нравится в общем-то пользуюсь тем и тем где-то вдоль будьте где-то только то где-то только другое вот и вот как здорово получил сейчас только что еще один и потом еще три светкой на завтра что посмотрел видос в принципе 1100 шагов вот и в общем видео будет в общем про arch по плану я расскажу почему я пользуюсь арчем почему мне кажется он самым удобным дистрибутивом самым гибким потом я также планирую чуть позже записать видео про маг потому что на работе мне вручили маг у меня очень много претензий к нему его железу его софту его операционки в общем-то у меня есть ну прям накипело в общем в общем у меня будет один позитивный видос про arch один негативный видос про маг где я расскажу почему мне не нравится маг почему я не могу этим пользоваться какие у меня есть к нему субъективные претензии какие у меня с к нему объективные претензии в общем обо всем этом я буду рассказывать в общем эти два видео которых я сейчас говорю они планируются ну у меня в голове они планируются на ближайшую неделю две то есть в тени недели сделать видео по арчи и в тени следующей недели сделать видео по марку но как это в реальности будет я не знаю но тем не менее я это все дело анонсировал чтобы вы знали если вам интересно можете подписаться и получить уведомление когда эти видео наконец-таки будут готовы вот ну и завершающие прогулку свою я покажу вам мой дом снаружи потому что я почти до него подошел сейчас только придется перебежать дорогу немножко но машин немного поэтому мы сделаем это без особых проблем вот ну естественно камеру я сделаю вперед и вот буквально в 20 метрах от нас есть пробельчик где можем мы можем перейти трассу легко и затем повернуть подняться к моему дому на этом мы закончим видео но пока я иду я еще расскажу вам чего-нибудь расскажу вам пару слов о моих прогнозах по битку сейчас многие паникуют и кричат вот биток биток падает типа ой капец какой кошмар что будет что же делать а я считаю так коррекция битка это всегда очень хорошо потому что она приводит обычно очень типично что она приводит к тому что потом происходит рост и на мой взгляд сейчас как раз такой момент так мы попробуем перейти пока машин нету вот на мой взгляд как раз сейчас так раз такой момент и поэтому падение небольшой а битка которое произошло, ну, кто-то может сказать большое, кто-то может сказать небольшое, но там, грубо говоря, сейчас курс там 35, да, около того. Мое мнение, что курс очень скоро будет 100 тысяч. И вот это вот падение, чем оно сильнее будет, тем лучше, потому что это, как, скажем, пружина, да, вот сейчас мы как бы ее сжимаем. И чем эта пружина сильнее сожмется, чем быстрее она сожмется, тем быстрее и сильнее она разожмется, выстрелит, скажем так, и, в общем, мы получим курс битка, может быть, 90 тысяч, может, 70, может, 90, может, 100, но мое мнение, что курс уйдет за 100 тысяч, и это хорошо. Вот, поэтому кто-то, кто раздумывает, купить ли битка, или продать ли битка, или вообще крипты, я вам скажу, что я бы определенно это сделал. Сейчас еще не совсем поздно, можно инвестировать в биток. Вот, так что, задумайтесь над этим, друзья. Спасибо за просмотр, мы пришли, и до новых встреч!